В Заволжском районном суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению двух жителей Москвы в совершении мошенничества по приобретению права собственности на земельные участки в Конаковском районе Тверской области. По данным следствия, в период с 2013 по 2016 годы двое москвичей, желая обогатиться, используя поддельную выписку из протокола общего собрания членов правления Садоводческого товарищества, зарегистрировали измененные сведения о руководстве СНТ на одного из мужчин. Выступая уже от имени руководителя правления СНТ, обвиняемые незаконно оформили проектную документацию по изменению границ земельных участков СНТ, расположенного в районе поселка Реткино. Обвиняемые достоверно знали, что эта земля находится в координатах полосы отвода трассы М11 и в связи со строительством автодороги подлежит изъятию для государственных нужд за денежную компенсацию. Вы признаёте своё вино? Нет, нет. Не признаёте? А вы? Нет, конечно. А почему, конечно? Вы знаете, давайте суд вынесет правильное решение, да? Правильное? Наконец-то. Следствие полагает, что своими действиями мужчины совершили мошенничество в особо крупном размере, наказание за которое предусматривает лишение свободы до 10 лет. 12 апреля в Тверском областном суде начались слушания по уголовному делу в отношении Александра Злобенкова, обвиняемого в убийстве троих человек. Это то самое преступление, совершённое в мае прошлого года в селе Михайловское. Убиты трое. Всё началось с соседских коз. Подробности в следующих выпусках патрульной службы.